Особое мнение на 101FM А вы все-таки некоммерческий сектор И как в этом секторе сейчас обстоят дела Тоже понятно и интересно узнать Вот с финансовой точки зрения Как сейчас себя чувствует некоммерческий сектор Есть ли жалобы какие-то Есть ли просадка, например, по средствам Грантодателей, либо доноров Если мы говорим про организации Которые собирают на свою деятельность Какие-то средства Ну, надо, наверное, начать с того Что, в общем-то, некоммерческий сектор Еще и после пандемии не оправился То есть уже третий год Мы находимся в такой зоне турбулентности На самом деле И, конечно, и в данный момент времени НКО чувствует себя, в общем-то, так же, как и все Не очень комфортно, мягко говоря Конечно, очень сильно страдают Благотворительные организации То есть те организации, которые занимаются Сбором средств На показания помощи Разным категориям людей, граждан Спад Спад вот таких благотворительных пожертвований Конечно, осуществим Ощутим Кроме того, даже в связи с тем, что у нас Изменилась вообще там Платежная система Которая была, в общем-то Ну, всем понятно Все платили То есть было очень легко перечислить пожертвования Да, если у человека, гражданина Там есть такое желание То сейчас даже эта процедура, она там меняется И надо подстраиваться под новые условия Ну, как говорят наши фонды благотворительные Что примерно это процентов на 20 в среднем Уменьшилось количество падения Да, у кого-то больше, у кого-то чуть меньше Это зависит от, конечно же Там сферы деятельности От профиля, да? Да Ну, кроме того, конечно, те организации некоммерческие Которые оказывают адресную помощь Тоже, если я это почувствовала Мы понимаем, даже если тот же продуктовый набор Например, там многодетной семье стоил Одну там, да, сумму Там можно было затратить Сколько сейчас-то То есть, условно, стоил тысячу В связи с подорожанием цен стоит полторы Ну, да, примерно так То есть, на самом деле Это тоже, то есть Выросли затраты А поступления, конечно, не Скажем так Сильно не изменились Наоборот, я уже говорила Отснизились Ну, что говорить Если говорить по мерам поддержки Да, о которых говорят Там в отношении бизнеса Строителей Банковской сферы Ну, надо сказать, что В нашем регионе О поддержке НКО никто не говорит Вообще? Ну, вы слышали? Я нет Нет, я тоже не слышала Я нет Нас не собирал никто Это как-то не афиширует Нас не собирал С нами не разговаривали Да, там, не спрашивали Не задавали вопрос А как вы себя чувствуете Хотя У нас общественный сектор Это большая гвардия организаций На 21-й год Это 1309 организаций Зарегистрированы В Министерстве юстиции И нельзя не считаться С этим сектором Но на самом деле И, в общем-то, И от НКО Очень мало Таких, наверное, Сигналов Да, к власти К органам власти О том, что Там нам нужна помощь Где наши сигналы СОС, да? А почему их нет, Наталья? То есть не верят, что помогут? На уровне региональном Нет веры, что помогут На самом деле Ведь, если вспомнить пандемию На уровне региональном Не было именно таких Серьезных мер Региональной поддержки В основном Это были федеральные меры поддержки Которые были реализованы То есть Если есть федеральные меры поддержки Значит, здесь тоже Будет как-то это все Осуществляться А так Я думаю, что просто не верят Что там регионы Муниципалы Каким-то образом Смогут помочь Я, Наталья, может быть, ошибаюсь У меня есть ощущение Что во время пандемии Общественные организации Например, которые Арендовали какие-то помещения На возмездной основе Они, если эти помещения Были в муниципальной Или государственной собственности Вроде бы освобождались от платежей Они освобождались Им давалась от срочка На определенные сроки И так далее В этот раз пока Не обсуждаются эти вопросы Ни по аренде Ни по субсидированию НКО Я имею в виду на региональном уровне На федеральном уровне Очень активно, конечно Общественная палата Российской Федерации С привлечением региональных палат Подготовила уже пакет По мерам поддержки Социально ориентированных Некоммерческих организаций Кроме того Совет по правам человека При президенте Борядка сорока поправок Предложений, вернее Сформулировала именно по поддержке Не все приняты На данный момент Скажем так Применяются общие меры поддержки Которые применимы Их субъектам Малого и среднего бизнеса Которые, если честно Ну, наверное Сильно погоду не изменит А какие? Первое Отменены плановые проверки Ой Но там столько но Там столько но Например Если это образовательная организация Если это частный Например Детский оздоровительный лагерь Все проверки Конечно же будут Да То есть там очень много Таких нюансов Что Ну, на самом-то деле То есть мера декларирована Но не работает Она работает Плановые проверки Отменены до конца 22-го года Но с поправкой Что если Так-то, так-то, так-то Если организация работает В той-то, той-то сфере То есть там перечень Большой организации попадет Которые в принципе Все равно будут проверяться Кроме того Не отменены Неплановые проверки По сигналам По нарушениям По жалобам Это тоже В общем-то Все Все по-прежнему Вот Ну и на самом деле Я ничего не вижу В плановых проверках Страшного для НКО Это как раз Дисциплинирует организацию Определенным образом Поэтому Ну я не считаю Что это мера поддержки Вот прям такая Замечательная Единственное С точки зрения Экономии бумаги Потому что сейчас Очень много проверок Таких документальных И надо сделать Очень много копий документов Предоставить в менюз Для проверки Поэтому Ну здесь мы сэкономим На бумаге А цена бумаги Все еще Все еще Такая еще Снижается Надеемся Что еще снизится Кроме этого Восьмичина Административная Ответственность Административная Ответственность Для социально Ориентированных НКО То есть в апреле Уже вступил Липоправку В наш кодекс Об административных Правонарушениях Где как раз Предусматривается Что например Там специальная Ответственность Как для ИП Приравнивается Также к социально Ориентированным НКО То есть снижается Речь о штрафах Речь о штрафах. То есть снижение штрафов, да. Можно предупреждениями отделаться, а не штрафами. Если, например, будет там нарушение, значит, наказано должностное лицо или работник, то тогда тоже можно, в общем-то, без штрафа обойтись, да, а не юрлицо. Ну, то есть вот смягчение штрафных санкций. Ну, это, наверное, неплохо. Наверное, неплохо. Но мы все-таки, наш некоммерческий сектор у нас в регионе достаточно добросовестно себя ведет. Штрафов не получают, и поэтому для них это мир поддержки погоды не сделает. Значит, нет проверок, нет штрафов, что еще? Да, ну, введены налоговые льготы. Значит, такие. За неуплату налогов, ну, такое может случиться, нечем платить налоги организации, не будут начисляться повышенные пении. То есть, если раньше закон предусматривал, что если 30 дней не заплачены налоги, дальше уже пении в два раза удваиваются. Сейчас такого не будет. Ну, это тоже неплохо, это неплохо. Также продлена уплата единого налога с упрощенной системой налогообложения. В основном НКО применяют упрощенную систему налогообложения. И продлен срок уплаты на 6 месяцев. То есть можно, если ты не сможешь платить до 30 марта, то можно, да, отложить. До 30 сентября. И платить частями, да. Но это тоже хорошо, это я считаю правильно. Хотя мне казалось, что по налоговым льготам можно сделать, ну, более серьезные меры поддержки для некоммерческих организаций. И, в общем-то, законопроекты такие есть на рассмотрении. А более серьезные снижения или вообще отмена? Ну, мы говорим сейчас о тех мерах поддержки, которые были приняты в период пандемии. И как раз общественная палата предлагает вот те меры поддержки применить и сейчас, в том числе. Там было как раз освобождение от уплаты страховых взносов, полное на хотя бы квартал, для того, чтобы, ну, смогли немножко переориентироваться НКО, понять, да, как дальше двигаться, как выживать и так далее. Кроме того, или, по крайней мере, пониженные страховые взносы применять, да. Это тоже было бы неплохо, то есть там также предлагается одна из мер поддержки приравнять, снизить НДФЛ. НДФЛ, потому что это основной, ну, скажем так, расход во многих некоммерческих организациях. И приравнять его как бы как у самозанятых, 6%. То есть это была бы действительно хорошая мера поддержки, на мой взгляд. И не только, наверное, на мой, вообще на взгляд моих коллег. Но не знаю, насколько это будет применимо. Кроме того, есть такие предложения, ну, мне кажется, они не очень осуществимы. Потому что, нет, есть предложения, которые осуществимы. Это отмена полного аудита для благотворительных фондов. То есть вообще не проводить, а там он обязательный по закону. Чтобы не тратиться на это, да. Да, во-первых, это действительно большие затраты, да, чтобы не тратиться. Есть еще такой ряд предложений, которые, конечно, например, оригинальные, на мой взгляд. Например, там предоставлять льготные путевки в санаторию и детские лагеря сотрудникам Сонка. Ну, честно говоря, не знаю. Сейчас есть кэшбэк, мы знаем, да, по крайней мере, на детские здравительные лагеря и так далее. То есть, в принципе, ничто не мешает и сотруднику Сонка воспользоваться таким кэшбэком, да, и такой льгот, и государственный. Еще, например, такая есть необычное предложение. На мой взгляд, оно, наверное, не... Неосуществимо? Ну, сложно осуществимо. Это временная приостановка деятельности организации. То есть на вот время деятельности, до истечения тех обстоятельств, которые там препятствуют введению ее уставной деятельности. Ну, здесь не договорки, а что делать с сотрудниками? Ну, хорошо, приостановили мы деятельность организации, да. Что делать, например, с грантами, которые есть, обязательствами, которые есть у организации? Об этом никто не говорит. Вот такое предложение прозвучало, вот, но, на мой взгляд, все-таки оно такое. Лучше вот освободить действительно там от налогов, там, дать какие-то льготы именно по уплате НДФЛ и так далее. То есть снизить бремя вот этой налоговой Сонка. Потому что, на самом деле, некоммерческие организации и так-то, они всегда живут в таких условиях непростых. Выживают. Да, и зарплаты всегда не очень большие там, и, соответственно, и доходы тоже, скажем так, мягко говоря, скромные. В лучших условиях находятся те организации, которые живут в основном за счет проектов, за счет грантов. Ага. Государственных и негосударственных, потому что здесь сильно ситуация не меняется. Все грантодатели, скажем так, идут навстречу, идут навстречу, согласовывают изменения в смете, потому что мы понимаем сейчас тоже, да, что сметы пересматриваются. Я тоже хотела сказать, ведь там есть разные, например, ну, вещи, которые ты собирался сделать на средства гранта, и эти все вещи, они сейчас стоят дороже. А гранты, он, суммы-то ограничены, то есть идут грантодатели навстречу, увеличивают эту сумму или позволяют как-то изменить условия? Изменить сметы, да, пересмотреть сметы, то есть перераспределить статьи расходов, там, из одной статьи, может быть, даже пересмотреть целевые показатели, да, если мы там говорим, что там мы обучим, ну, я не знаю, давайте там 30 человек на компьютерных курсах, и за счет проекта приобретем там 5 компьютеров, раз мы не приобрели 5, значит, мы, наверное, обучим меньше, да, там, за этот срок. То есть грантодатели идут навстречу, грантодатели идут навстречу, хуже обстоит ситуация у нас с нашим областным грантом, там сложнее все согласования идут. А что с ним, кстати? Он сохраняется? Ну, он сохраняется, это радует, не может не радовать, что мы, да, готовимся к новому конкурсу, он... Наталья, напомните, пожалуйста, там объемы, да, вот. Давайте напомним, значит, областной грантовый конкурс, он был возрожден в 2020 году, уже приведен дважды, 2020-2021 год, сейчас реализуются 30 проектов за счет областного гранта на сумму 14 миллионов рублей, как раз вот победители 2021 года, и вот у них есть сложности по закупке там оборудования и так далее, потому что цены, конечно, просто в разы поменялись. Значит, в этом году сумма не изменилась, она также 14 миллионов, 7 миллионов выделяет областной бюджет и 7 миллионов софинансирует в фонд президентских грантов. Ну, на самом деле, также, надо сказать, что мы собирали победителей, приглашали Министерство внутренней политики, это операторы нашего конкурса, и просили их, очень просили все-таки как-то изменить отчетность, потому что там мы сдаем отчетность в бумажном виде до сих пор. Вот это, наверное, очень редкий, один из редких конкурсов, где еще сдается в бумажном виде отчетность, так как действительно бумага очень подорождают. Да, подождите, я не понимаю, в законодательном собрании для депутатов раздатку уже не печатают, бумагу уже экономят. А мы все равно сдаем в бумажном виде, причем это действительно приличное количество бумаги уходит на это, вот буквально там, когда за 30 марта сдавали отчет, встретила одного из победителей, она говорит, иду и плачу, там почти 200 страниц отчета, да. Вот, ну, дело в том, что здесь надо биться-то как бы не за бумагу, наверное, а просто биться, а за то, чтобы у нас все-таки ввели электронную форму отчетности, как это вводят все уже, большинство грантодателей, да. Да, потому что мы, если там первый конкурс начинали, мы в бумажном виде подавали заявки. В прошлом году, ура, случилось чудо, и мы договорились с фонда президентских грантов, они предоставили свою площадку, и заявки подаются в электронном виде, но договоренности с фондом президентских грантов, чтобы также сдавать через электронную площадку, отчеты пока нет. Я так понимаю, там требуются дополнительные средства, которых не имеет Министерство внутренней политики, и мы, конечно, просим хотя бы это сделать на 2023 год. Понятно, что в этом году ничего не изменится сильно, но на 2023 год мы прямо вот настаиваем, потому что у нас очень много победителей из района в области, которым надо приезжать, а отчеты переделываются не по разу, есть замечания, недочеты, это нормально, это процесс рабочий, поэтому здесь, конечно, есть над чем работать, куда стремиться. И вообще просто-напросто согласовать изменения в бюджет сложнее гораздо, потому что здесь работает помимо налогового кодекса еще и бюджетный кодекс. И каждый бюджетный рубль, это, в общем, тяжелая история, поэтому мы также говорим о том, что, конечно, в идеале областной конкурс отдать оператору отдельному оператору, будь то фонд, будь то там новая организация, будь то там действующая организация через конкурс, по любому механизму можно придать и средства, и тогда мы облегчим жизнь самому Министерству внутренней политики, потому что мы понимаем, что у них тоже очень много затрат на все это согласование, проверки и так далее. И, кроме того, самим тем людям, тем организациям, которые получают эти грантовые средства, потому что до сих пор отчетность очень тяжелая, очень тяжело отчитываются, и это отпугивает от нашего областного конкурса. И количество заявок, я боюсь, что просто может уменьшиться не потому, что не нужны деньги, не потому, что мы не активны в конкурсах, а просто потому, что пугает вот такая отчетность. Отчетность, правда, сложная. Третий год ведь уже. Третий год, но надо сказать, что как раз требования к отчетности все еще, все повышается и повышается. Поэтому мы уже предупреждаем и просим наших коллег, чтобы они очень аккуратно писали сметы свои, составляли, что понимали, как они будут отчитываться по этим бюджетным статьям. Ведь, кроме того, в областном конкурсе есть еще такая строка, как софинансирование. И раньше это был критерий для оценки проекта. Если у тебя есть все финансирование, собственные средства или средства партнеров, то ты получаешь, и тем больше, тем лучше, ты получаешь за это балл. Сейчас, слава богу, мы тут убрали критерий, потому что наши некоммерческие организации заявляются, пишут, они реально там заявляют, вот там им помогут, например, там ИП Иванов, машина, тот поможет помещением, а потом они не могут отчитаться за это. А за это нужно тоже отчитаться. А отчитаться не могут, потому что им не помогли? Нет, им помогли. А, это никак не зафиксировано. Ну, дал он им автобус, они там съездили и так далее. Документов он никакой дать не может, он же не имеет возможности, например, у него нет лицензии на грузоперевозки или там помещения. Та же самая история. А здесь, в областном конкурсе, нужно отчитываться как за средства гранта, так и за собственные средства абсолютно одинаковые. То есть и у многих плюхаются, многие плюхаются именно вот даже еще, даже может не за бюджетные средства, а за привлеченные средства за отчет. Вот, поэтому здесь тоже я всех призываю просто не писать это, не показывать это софинансировать. Пусть оно будет, и вы потом это в отчете содержательном отразите и напишите, что вот еще привлечены такие партнеры, они нам помогли тем за тем, то это будет плюсом. Но отчитаться бывает очень сложно. Чтобы этого в смете не было, да? Да, да, да. Но, и черт повторяю, те, у кого есть проектные деньги, да, гранты, все-таки там и у многих заложена зарплата, и там все-таки все попроще, то есть постабильнее. А если у кого еще есть прямая субсидия, то таких у нас практически организаций нет, но несколько в городе и, по-моему, одна или две в области, то там, наверное, вообще еще проще, потому что тут уже деньги зафиксированы на целый год, и так или иначе организация, по крайней мере, сможет не закрыться. Я опасаюсь, что в период пандемии организации закроются ряд организаций. Ой, не пандемии, а в период вот этой вот ситуации все-таки... Нам вчера буквально... От пандемии, кстати говоря, отказываться не надо, потому что многие эксперты говорят, что возможно еще все вернется. Ну, видите, какая погода, вот на фоне этой погоды все может случиться. Да, вчера буквально приходила организация, которая как раз решает вопросы или закрываться, или как-то искать пути для существования дальше, для выживания. Конечно, стараемся помочь, потому что закрыться-то всегда можно, достаточно просто. А дальше снова начать с нуля, это сложнее, поэтому стараемся каким-то образом подсказать, куда-то направить, какие-то найти точки опоры. Вот, и на самом деле сейчас конкурсы, я считаю, это тоже был бы очень неплохой механизм поддержки наших некоммерческих организаций, я имею в виду дополнительные. На местном уровне или на федеральном? На федеральном уровне и на местном. На федеральном уровне, слава богу, конкурсы работают, и если увеличится грантовый фонд, это будет здорово. А вот на региональном уровне это было бы вообще прекрасно. Как раз конкурс для как раз тех организаций, да, которые попали вот в какие-то вот серьезные ситуации в связи с ограничениями и санкциями. Это было бы просто, вот мне кажется, тоже таким спасением, да. А есть организации, которые из-за санкций прямо пострадали, да? Они как-то... Конечно, есть и такие организации. Нет, есть организации, которые работают, ну, например, оказывают адресную помощь там больным людям, да, больным людям. Мы понимаем, что такое лекарство, да, там начинаются очень серьезные вопросы. И, соответственно, еще раз повторяю, когда уже нет там средств, да, благотворители ушли и так далее, за счет чего? У благотворительных организаций это основной доход, это же пожертвование. Если нет людей денег, нет у бизнеса денег, откуда они у них были? А они, кстати, не говорили, платежи больше упали от бизнеса или от граждан от обычных? Вот вы знаете, такой мониторинг я, честно говоря, не видела, да. Но я думаю, что от тех и от тех. Я думаю... Хотя все равно, не скажешь, что благотворительности нет. Меня, знаете, меня очень радует все-таки наша некоммерческая организация, которая объединяется и еще пытается помогать другим, да, мы это знаем. Помогают беженцам, помогают нашим военнослужащим, там посылают посылки, собирают. Вот в этом плане у нас очень активизировалось наше общество и наши инициаторы, активисты, НКО. Меня прям вот это не может не радовать. Все-таки наш русский народ мог последнее отдать, да, но отдать, помочь. Вот это вот черта наша хорошая. Главное, смотрите, Наталья, чтобы они не переключились вообще весь как бы некоммерческий сектор туда, чтобы они остались без помощи все остальные. Да, есть опасения, да, что у нас рассказы в основном об этом идут, хотя другие добрые дела тоже делаются, да, и много делаются, и вообще реализуется достаточно много интересных проектов, мероприятий и так далее. Ну да, а в повестке в основном звучит, конечно, те НКО, которые занимаются вот такой помощью адресной. Я видела просто опасения экспертам в том числе и по поводу грантовых конкурсов, что, учитывая ситуацию, да, грантовые конкурсы тоже будут перестраиваться в сторону патриотической тематики. И тут уже вопрос, а почему меньшим патриотизмом, условно, считается помощь там сиротам или детям с инвалидностью? Согласна, здесь перекусы, конечно, да, могут быть, и нельзя их в никаком случае допускать. У нас вообще в этом году год культурного наследия народов мира. Такая тема, да, тема как раз там общественной дипломатии, о которой много говорила, помните, да, покойная наша коллега Наталья Алексеевна Катаева. Тема мира, тема добрососедства, тема идентичности разных национальностей. А у нас в Кировской области их столько, и у каждого своя история, и это, и чем мы можем гордиться. Поэтому вот эта тема тоже, как бы, да, грантовой поддержки, на мой взгляд, вот как раз она должна быть в том числе приоритетной, поскольку раз мы год объявили такое, надо же поддерживать такие проекты. Да, сейчас много будет. Вот, например, да, у нас сейчас фонд Потанина, они как раз сейчас стартовал конкурс. Конкурс этот 450 миллионов рублей, грантовый, грантовый, да, общий объем, да, точка опоры называется. Но это как раз поддержка того направления, это вот адресной помощи там тем или иным пострадавшим категориям граждан. Пострадавшим категориям граждан, это в основном беженцы или там семьи, например, да, их и так далее. То есть там в основном вот такие, вот такой конкурс, но он тоже имеет место быть, но нельзя, нельзя считать пострадавшими только беженцев. Потому что пострадали от этой ситуации. Пострадали от этой ситуации очень многие, очень многие. Мы, например, как наша организация знаний занимается образовательными услугами, у нас просто очень серьезный спад. Он идет уже с пандемией, мы это понимаем, да, что там, когда речи это здоровье, то точно в первую очередь будешь думать о здоровье и об образовании. Как сейчас, если у населения нет средств оплачивать там обучение и так далее, экономия идет везде. То есть я смотрю, те же платные там частные, например, школы развития, там студии, очень многие родители стали на этом экономить. То есть уже, знаете, там можно уже и дома позаниматься, можно уже там непрофессионально там, да, идти там заниматься, например, футболом, ну, дома поиграем где-нибудь. Во дворе. Конечно, во дворе. Ну, то есть, на самом деле, многие стали экономить вот на таких дополнительных услугах, там, да, образовательных для своих детей, к сожалению. Поэтому я думаю, что у нас, у нас очень многие организации некоммерческие как бы страдают и чувствуют, но, видимо, еще не наступил тот край, что они еще не бьют вот тревогу. Потому что для меня, когда была пандемия, то есть очень было много звонков в мой адрес, в мой адрес как руководитель ресурсного центра, как тогда я еще была председателем общественной палаты. И тогда, действительно, мы поднимали эти вопросы, и, слава богу, тогда были применены такие меры поддержки. Ну, правда, на федеральном уровне, ну, неважно, но они были, и многие воспользовались ими. Воспользовались льготным кредитованием на зарплату сотрудников для сохранения численности. Это тоже было очень большое подспорье. Некоторые говорят, мы только благодаря этому и выжили. Вот, это бы тоже можно вернуть, применить, на мой взгляд, да, вот эту меру поддержки. Получили субсидии. Вот моя там организация лично воспользовалась, да, субсидией на выплаты заработной платы. Прямые субсидии, там, заявительный характер, нужно было написать только заявление. И ты получал субсидию в зависимости от своего там штатной численности. Тоже, тоже хорошее подспорье было, это правда. Вот эти меры поддержки, они действенные, они просто, они, может быть, такие недлительные, но они, там, вот на первое время, как скажем, да, перекинутся, знаете, как перезанятию государства, что ли, да, вот такая вот история. Но пока вот я не вижу такого большого количества звонков там или обращений в наш адрес. Может, люди просто боятся? Они еще просто не почувствовали. Не почувствовали. Нет, но ведь нам же, мы же сами с вами, и вы, наверное, знаете, эксперты к вам приходят, что сейчас от всех этих санкций мы еще не так чувствуем последствия, как мы будем чувствовать позднее. То есть, да, нам обещают конец лета, сентябрь. Вот я думаю, там мы там точно уже все почувствуем. И НКО уже начнут бить тревогу, наверное, позднее. Так можно начинать, наверное, помогать-то раньше, чем у людей совсем плохо ситуация обернется. Конечно, поэтому вот пользуясь эфиром, призываю, если у кого есть серьезные проблемы и предложения, как их решить, то обращайтесь в общественную палату к нам в ресурсный центр. Мы будем собираться с экспертами, представителями тех ведомств, от которых это зависит, и будем обсуждать вот эти меры поддержки. Ну, как раз вот как раз по аренде помещению, но вполне же можно, например, сделать осрочку, да, потому что у нас коммуналка, конечно, очень много... Съедает. Нету слова. Она у всех съедает сейчас, и у жителей, да, знаем, сколько мы платим сейчас, какие платежки там за тепло одно приходит. Но здесь по ЖКХ мы в прошлые годы в пандемии не смогли добиться никаких льгот и отсрочек, там история другая, но по аренде-то вполне возможно это, наверное, сделать, и нужно даже сделать. Кстати говоря, опять же... А у нас, Наталья, какая часть некоммерческих организаций вот и льготную аренду имеет, или бесплатные, например, помещения? Вот в процентах. А вы знаете, об этом никто не может сказать. А это не считает никто? Не считает это никто, конечно. Тут очень сложно сказать. Мы делали запросы в свое время в городскую администрацию, у меня этих данных нет, но там, вы понимаете, многие даже еще не разделяют социально ориентированные НКО или просто НКО. У нас еще тут разделение идет. Вот те меры поддержки, о которых я говорила, и говорим, о которых обсуждаются, они все применимы только для тех, кто входит в реестр Минэкономразвития или хотя бы в реестры наши региональные, то есть которые уже были получателями поддержки, являются социально ориентированными НКО. Статус у них такой есть. Конечно. Если нет статуса, не получишь никакой поддержки. Не получишь никакой поддержки вообще. Поэтому вот здесь история... Ну и вот, конечно, вот буквально вчера было заседание Городской Думы. Давайте мы все-таки о нем поговорим. А, мы видели, что выделили помещение. Да, и вчера был День Добра в Городской Думе. Да, действительно. Нет, ну это хороший такой... Я не знаю, с чем это связано. Может, с тем, что скоро уже новая избирательная кампания стартует. Но на самом деле это хорошо. Меня прям порадовало. Я радуюсь за каждую организацию, которая дает безвозмездную аренду. Потому что я знаю, что процедуры эти очень непростые. Они не совсем понятны, не совсем прозрачны. Но в любом случае, вчера вот трем организациям... То есть вчера одиноких нет? Одиноких нет. Это организация, которая занимается, да, работая с людьми, не имеющими там, да, предпостоянного места жительства, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Это Красный Крест наш? Это Российский Красный Крест, который, да. Ну, не только беженцы. Российский Красный Крест вообще это организация, которая в этом году будет праздновать 150 лет. 150 лет это организация, которая у нас на некоторое время закрывалась. Как раз в период пандемии она была закрыта. То есть они ее официально в Минюсте закрыли и буквально реанимировали Кировское оригинальное отделение в конце декабря прошлого года. И вот прям, видите, как вот, прям они включились сейчас активно, конечно, вот в эту работу помощи. А кто еще? И третья организация Дорога и Добра, у них было здание. Помещение. Это, можно сказать, продление договора безвозмездной аренды. Но на самом деле он не продляется, он просто заключается на новый срок. Да, это по адресу Розу Левсембург они у нас находились. Дорога и Добра им снова это помещение предоставили безвозмездную аренду. Меня это радует. Вот побольше бы таких хороших историй и примеров. И на самом деле чаще бы рассказывали, как это возможно, и кто может получить вот такую безвозмездную аренду на уровне города. Потому что у нас, еще раз повторюсь, процедура не очень прозрачная и понятная. То есть могут отказать. Одни могут отказать по этим организациям, по этому основанию, а другие организации по этому основанию, например, не отказывают. Ну тут, между прочим, надо сказать, чтобы слушатели не думали, что некоммерческие организации жируют, что называется, получая эти помещения. Потому что я помню, в каком виде получала, например, Дорога и Добра свое помещение. То есть оно было полностью развалено. Внутри там требовался колоссальный ремонт. Плюс ведь организация платит коммуналку. То есть это не лежит на городском бюджете все. Ну депутаты задавали вчера эти вопросы, как будете содержать. Потому что были примеры, когда брали помещение и получали. И возвращали, потому что невозможно было. И, конечно, здесь организация все эти риски должна просчитывать. Потому что содержать помещение в основном, конечно, и одиноким нет. И Красному Кресту тоже надо будет ремонтировать эти помещения. Я не скажу, что они прямо в плохом состоянии. Но ремонт, конечно, нужен. И, кроме того, надо, конечно, задумываться и о том, как они будут его содержать. Потому что содержание помещения – это основная часть расходов сейчас. Существенная очень, можно сказать, по содержанию помещения. Вот. Поэтому я просто хочу сказать спасибо депутатам, что пошли навстречу. Потому что одиноким нет, были препятствия. На площадке общественной палаты мы выносили этот вопрос и обсуждали его с администрацией города. И вопрос решился, слава богу, положительно. Мы поподробнее поговорим об этом после небольшой рекламы. Особое мнение на 101FM. Наталья Шитькова в нашей студии, заместитель председателя общественной палаты Кировской области, руководитель общества знаний в Кировской области. Мы продолжаем. По поводу организации «Одиноких нет» и тех проблем, которые были. Просто надо пояснить, да. Им выделили помещение в доме. Это жилой дом, я так понимаю, да? Да. Это жилой дом, она филейки находится на улице Подгорной. И организация, еще раз, специфическая, да? То есть она занимается помощью людям в сложной жизненной ситуации, людям, которые остались без дома. И мы видели эти примеры на федеральном уровне, к сожалению, когда там открытие какого-то центра подобных организаций вызывало противодействие местных жителей. Со стороны населения. Да, 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 да. Ну, мы ведь, правда, к этому относимся. Многие люди очень. С предубеждением большим, конечно. Да, и я знаю, когда... И не без оснований иногда. Когда мы, вот честно скажу, и в мой адрес, когда мы этот вопрос рассматривали, и вообще рассматривали поддержку таких организаций, потому что у нас «Одиноких нет», это не одна организация, которая занимается оказанием помощи вот таким лицам. Это еще и «Рука помощи 43», которая тоже очень активно в этом... Вообще, они встряхнули это направление работы. Об этой теме вообще услышать мы, что этой темой надо заниматься. Нельзя ее просто так вот игнорировать. Особенно сейчас. Потому что надо понимать, что людей, которые будут нуждаться в помощи, в том числе эти же организации, они благотворительно кормят, да? Конечно. Они кормят, они будут... Помимо того, в этих помощи них они планируют не просто... Они планируют их не кормить, они планируют оказывать им услуги. Это практичное. Постирать, помыть, да, и так далее. То есть там перечень услуг будет. Ну и, соответственно, трудоустройство, соответственно, восстановление документов, соответственно, там, помощь в сопровождении структуры, там, пенсионный фонд, МФЦ и так далее. Это все тоже со стороны наших вот некоммерческих организаций. Но свой адрес, когда мы как раз поднимали эту тему и обсуждали ее, я тоже там... Мне говорили, Наталья Ивановна, слушайте, ну что, ну, давайте там... Больше неком говорить, кроме как о бомжах, да? Вот, понимаете, такая вот позиция. То есть, а что, бомжи, это вообще уже не люди. То есть мы уже их вообще списали со счетов. Это, конечно, неправильно. То есть вот... И это, причем, говорят, нормальные, адекватные взрослые люди. Они не понимают, почему мы занимаемся этой темой. Ну, я, например, занимаюсь этой темой, потому что я хочу, чтобы этот человек был социализирован. Потому что он так-то тоже живет там, ходит по тем улицам, которые живы. Мои дети ходят по эти улицы, по которым ходят они, да? И хотелось бы, чтобы их тут не было. Пусть они будут социализированы, пусть они будут трудоустроены, пусть они работают. По крайней мере, для этого надо предпринять все. То, что у нас есть бомж-центр, но он не решает всех задач, конечно. К сожалению. Ну, я так понимаю, что тоже, да, и не просто там приходится. Ну, помимо этого центра, есть ведь еще вот ангары, которые возле Трифонового монастыря, которые в Пасхе собор занимаются. Да, это тоже один из фондов занимается. У нас, то есть много этой темой занимаются сейчас организации. И не сказать, что там у них, у кого-то не хватает благополучателей. То есть, мне кажется, всем хватает, да, вот этих людей, которые нуждаются в помощи. Мало того, я, знаете, я смотрю, вы посмотрите, кто занимается этим. Это молодые ребята, молодые девушки. И когда они ко мне первый раз пришли, я тоже спросила, как вы к этой теме пришли. Ну, вполне такой для меня нормальный вопрос, потому что, ну, удивительно, что вот эта тема, они такие неравнодушные, они горят, они действительно болеют за это. Вот вы потом, если пригласите их в эфир, почувствуете, насколько... Да, у нас есть желание. Насколько это активные, более подробно смотреть. Активные наши представители некоммерческого сектора, позитивные, и абсолютно там без каких-то там предрассудков и так далее. Ну, то есть вот такое направление. Причем, знаете, я обычно в этом направлении занимаются люди, которые... Ну, вообще, как правило, в некоммерческий сектор приходят люди и занимаются теми вопросами, которые, ну, скажем так, их волнуют, через которые они и прошли и как-то. То есть есть, например, человек, который там потерял в свое время дом, семью, там, да, опустившись, и вот он там пришел в норму и стал помогать таким людям, да, вставать на путь, нормальный человеческий путь. То есть у этих вот ребят, ну, нет этих историй личных. Бэкграунда нет такого, да, трагического. Слава Богу. Вот, но такое ощущение. Они прямо вот очень-очень-очень-очень неравнодушные. Я вот горжусь, что у нас есть такие ребята, такие лидеры некоммерческих организаций. Наталья, у нас 4 минуты с вами остается. Хотела вас спросить, помимо вот этой категории, да, на которую могут быть направлены усилия там некоммерческих организаций, что еще, вот, на ваш взгляд, будет проседать в ближайшее время? Проседать? Проседать с точки зрения сборов, необходимости как можно больше средств получать, потому что будет больше потребности в деятельности этих организаций. Ну, если будет больше потребностей, а, ну, на самом деле, сейчас надо сделать все, чтобы экономика, в общем-то, вставала на ноги, да, чтобы наш бизнес все-таки тоже вставал на ноги. Ну, прогнозы-то, надо сказать, не радужные. Вот вчера Алексея Кудрину послушаешь, и кажется, что вообще можно тут, я не знаю, не выходить из дома, закрыться, запас продуктов сделать. Давайте будем выходить из дома, давайте будем смотреть с оптимизмом. Я думаю, что и останутся и благотворители, то есть, конечно, уровень доходов снизится у всех. И уровень, скажем, ну, у нас сейчас вообще сформировано общество потребления, ну, давайте будем потреблять меньше, давайте будем, будем как бы, ну, я не знаю, ну, на самом деле, ведь нам немного надо, но мы настолько уже привыкли ко многим благам, конечно, тяжело их лишаться, да, наверное. Ну, я думаю, мы перескроемся. Ну, слушайте, если мы говорим про детей, например, которым нужна, или взрослых, неважно, которым нужна медицинская помощь, либо дорогостоящее медицинское оборудование, да, для реабилитации. Конечно, здесь надо поднимать наше отечественное производство и промышленность. Здесь уже, на самом деле, НКО-то мало поможет производству тех или иных лекарств, конечно. Не, я про другое, я про то, что им вот в ближайшие два года, за два-то года точно не разрастется вот это вот отечественное все. Конечно, нет. Это требует большего времени. Следовательно, они будут нуждаться наверняка в какой-то, не знаю, там, повышенной помощи, повышенном внимании. Ну, я думаю, да. По крайней мере, в человеческом внимании. Это уже хорошо, когда человек, помимо того, что он не может там купить себе там или приобрести или те лекарства, к которым он привык, и там, да, и на котором легче, то, по крайней мере, рядом, чтобы были люди, которые могут поддержать, что могут как-то его отвлечь от чего-то, куда-то там, не знаю, сводить, где-то провести мероприятие для тех или иных ребят там, да. Ну, я думаю, что здесь НКО подстроится. Вообще, у нас очень гибкий некоммерческий сектор. Мы все равно подстроимся, мы все равно найдем... Некоммерческий-то сектор подстроится. Подстроятся ли власти и понимают ли власти, что сейчас надо составить просто список в каждом регионе тех организаций, которые в первую очередь будут нуждаться в поддержке. Ну, вот этого у нас нет, к сожалению. О чем я изначально начала с вами говорить, что в регионе никто не озаботился, пока я там и не собрал некоммерческий сектор и не сказал, так, ребята, давайте, вы... Причем, вы понимаете, когда в период пандемии некоммерческий сектор как раз оказывал очень активно помощь, да, там, разным категориям граждан. Сейчас смотришь и опять некоммерческий сектор, опять тема волонтеров, опять тема помощи там и так далее, разным категориям. Ну, давайте тогда, да, давайте тогда уже как-то и говорить о том, какая помощь нужна некоммерческому сектору. Вот я пока не вижу стороны власти никаких. Я вижу, что собирают строители, собирают бизнес там, да, но не собирают НКО. Ну, у нас, если уж честно говорить, у нас нет и совета по развитию гражданского общества, про губернатория, как во многих регионах есть. Хотя я считаю, что это очень нужный орган в том числе, потому что он как раз бы был хорошим проводником тех чаяний, которые... А при Никесе Белых был такой совет? Да, да. А потом его закрыли? Ну, он просто, вы помните, он очень часто собирался даже, он часто собирал некоммерческие организации. Даже, в принципе, не обязательно собирать такой совет, наверное, просто раз в квартал было бы было бы было бы встречаться с некоммерческим сектором, да, с некоммерческими организациями, потому что они, и мы сейчас сами друг другу начинаем помогать, искать возможности там тем или иным категориям граждан через бизнес, оказывать помощь для реализации их хороших таких проектов, хороших идей. Ведь не забывать, опять же, у нас скоро памятная дата, да, День Победы, слава Богу, у нас это, наверное, будет всё-таки уже и бессмертный полк, всё будет не в онлайн-режиме, а всё в очном режиме. И это вот тоже, и к этому тоже нужна подготовка, и многие НКО готовятся к этим мероприятиям, да, там, это и помочь ветеранам, это и поздравления ветеранов. Когда, знаете, сам думаешь, как выжить, да, как там не закрыться и как бы заплатить зарплату, то, не знаю, конечно, очень сложно ещё тоже думать о помощи другими. Я почему не говорю, я горжусь нашим сектором, потому что, несмотря на то, что нам не очень непросто, всё равно делают, что-то пытаются, ищут возможности, и это хорошо. Слава Богу, что НКО ищет возможности, очень хотелось бы, чтобы и власти тоже искали. Но обычно таких не бывает. Да. Наталья, спасибо большое. Наталья Шитькова в нашей студии, заместитель председателя Общественной палаты Кировской области, руководитель общества знаний. Мы особое мнение на этом завершаем. До свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM